Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу, Богу Всемогущему! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Господу! Благоставляю всех вас во имя Господне, приветствую всех! Сегодня я начал эфир пораньше, чтобы начать его чтение Слова Божьего. И сегодня я, в общем-то, сейчас начинаю один, но наш благочинный священник, вот протерей Алексей, и еще, кстати, приезжает и диакон Максим наш, с нашей церкви тоже, киевской, то тогда, значит, они приедут чуть попозже, и, в общем-то, они, как сказать, присоединятся тогда, да? Назвал этот эфир, сегодняшний я, «Благодатью я спасен». Благодатью я спасен. И вот, значит, ефесянам читаю послание ефесянам, и скажу сразу, что действительно перед чтением, что спасение – это, наверное, то, что чают люди, то, что ожидают люди, то, что, зачем они идут в церковь, и вообще спасение. Спасение – это слово, которое, ну, знаете ли, порой имеет разное звучание, но смысл его понятен. Это быть спасенным, спастись от чего-то. И вот, и временное спасение, да, и вечное спасение еще. В Библии раскрывается тема спасения. Господь – Он спаситель. Вот, и само имя Иисуса означает как раз «Господь спасает», «Господь спаситель». И Йошуа, значит, Иегова спасает. И Павел пишет следующее, апостол, постальник ефесянам. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Находящимся в Эфесе, святым и верным во Христе Иисусе Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа Вот я, внимание, знаете ли, перечитывая это, каждый раз вот, внимание застряю для себя Порой по несколько раз эти стихи перечитываю и вот и проникаюсь вот этим духом послания Духом Святым, который вдохновлял это И сегодня я, знаете ли, читая это, я перефразирую тут же автоматически для себя еще это Писание Вот таким образом, что находящимся, допустим, сейчас я в Киеве нахожусь, в нашей Киевской архиепископии И вот я, как бы, таким образом еще, как бы, ну, как-то назвать, переделываю, что ли, или вот адаптирую как раз это слово Так, значит, находящимся в Киеве, вот даже, да, святым и верным Вот, я думаю, что так можно читать Я уже слышал о подобной практике не раз Очень многие проповедники, как бы, сейчас внимание акцентируют на этом И, значит, я, знаете ли, слушал, соглашался, не соглашался с такой точкой в отзору Но, знаете ли, сейчас я скажу, что где-то это действительно оправдано Божье слово, оно действительно универсальное И говорит, не только говорил к тем тогдашним, но и к сейчасшним верующим И каждому из нас, и к целым странам, городам И поэтому, вот где вы сейчас находитесь, вот те, кто подключается к эфиру Вот, и те, кто в записи потом смотреть будет этот эфир Название эфира «Благодатью я спасен» Ну, там, в общем, написано «Благодатью я спасен» И вот дальше протерий Алексей, который сейчас пока еще отсутствует здесь Телом, но духом присутствует Как в писании Нового Завета рассказывается, интересно Вот, то есть он уже звонил, и, в общем-то, он на пути Чуть задерживается И он придет вместе с дьяконом Максимом И они уже войдут уже вот в это рассуждение Остается 10 минут до официального начала эфира И я начал со слова Божьего И вот находящимся в... Назовите свой город, свое село, где вы сейчас находитесь Я, допустим, в Киеве вот сейчас нахожусь Поэтому я говорю «Находящимся в Киеве, святым и верным во Христе Иисусе» Мне так это нравится Святым и верным Я святой и верный во Христе Иисусе И дальше написано «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» Давайте скажем вместе этот стих, вот опять второй «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» И дальше он уже как вот так вот Баруха Та, то есть благословен Бог наш Говорит «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах Так как Он избрал нас в Нем Бог избрал во Христе в Нем Интересно Прежде создания мира Не чудесно ли это? Действительно благословен Бог наш Прежде создания мира этого Меня, тебя, всех нас Он уже видел и знал Интересно? Помните Иеремия, пророк Иеремия Он сказал Господу, тот призывал его к служению пророческому Что он еще молод И вот значит и божеский ответ, конечно, потрясающе такой красивый Что прежде нежели ты Я образовал тебя в утробе, я познал тебя Прежде нежели ты вышел из утробы твоей, да Из утробы твоей матери, я осветил тебя Пророком для народов поставил тебя Вот интересно Избрал нас в Нем Прежде создания мира Чтобы мы были святы и непорочно пред Ним в любви Представляете, я даже так рассуждаю, что всех Он Людей, действительно, даже Тех, кто сегодня ожесточен Может и, значит, и ожесточает свое сердце И, значит, даже, может, враждует с Богом Но Бог Действительно, Он Ой, хочет, чтобы были мы святы и непорочны пред Ним в любви Он видит нас такими людей Дальше написано Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа По благоволению воли своей В похвалу славы благодати своей Которой Он Облагодатствовал нас возлюбленным Удивительно, конечно Знаете ли, хочется спеть эту песню О благодать спасен тобой О благодать Вы знаете эту песню, надеюсь, да? В общем-то, все люди, так или иначе Христиане эту песню слышали, знают Она фактически во всех конфессиях поется Во всех деноминациях Правда, в православных храмах я ее слышал Только в Америке Только здесь вот не слышал еще Но мы поем Мы в собрании нашем В богослужении нашем поем Тоже О благодать спасен тобой Я из пучины бед Был мертв, но чудом я живой Был слеп, но вижу свет Спасибо, Отец Отец наш Папочка мой Сущий на небесах Якова Бог Авраама Исаака Якова Бог патриархов и пророков Бог Библии Святой Святой, Святой, Святой Господь наш Слава тебе Благостави этот эфир Благостави всех, кто присоединяется к этому эфиру Сейчас Благостави по великой своей милости Боже Благостави Господь и отца Алексея Священника нашего И Диакона Максима Боже В дороге Сейчас На эфир Спешащих Благостави Господь По богатой своей милости Во имя Иисуса Христа Благостави всех, кто подключился Кто подключается к эфиру Сейчас Во имя Господня Во имя Иисуса Кто планирует подключаться Боже И пусть Господь этот прямой эфир Будет действительно В Твоем благоволении В Твоей благодати В Твоем благоставении Аллилуйя Аминь И В шестом стихе написано Что Он Облагодатствовал нас Возлюбленным Знаете Мне как Православному Человеку Как Христианину Православному Как Священнослужителю Православному Как архиерею Вот архиепископу Православному Знаете ли Мне Особенно Дорог этот стих Наверное Многие Вот Протестантские Допустим Верующие Даже Ну Пробегают этот стих И Не застряют на нем Так сильно Внимание Как мы Православные Я Почему так Рассуждаю Да потому Что Знаете ли Обычно В традиции В культуре нашей Православной Да Религии Православной Мы обычно Именно Это слово Относим Лишь к Матери Иисуса Христа К Марии Называя Матерь Господня Матерь Иисуса Христа Нашего Господа Называя ее Богородицей Царицей Небесной И прочие Вот эти Титулы Такие Вот Ей Приписывая Которые Конечно По совести Ничего Не имеет Общего С настоящей Реальной Марией Матерью Господа Иисуса Христа Вот А Являются Религиозным Таким Плагиатом Значит Потому что Культ Богородицы Он довольно Известный И древний Культ Он гораздо Древнее Христианства Значит И Еще за Тысячу лет До нашей Эры Уже Древние Поклонялись Богородицам Царицам Небесным Матерь Матери Божьей И прочее Вот И Знаете ли Но Это тема Других Как бы Исследований Это тема Других Семинаров Я об этом Рассказываю Более подробно К слову Я сам уже Молюсь только лишь Господу Богу Всемогущему Уже больше 20 лет Уже больше 21 года Даже Я молюсь Именно Только лишь Богу Со всяком Со всяким Многобожием Я завязал Уже Все Бог меня спас От этого В 96 Году Значит И Да Вот В начале 96 Года Я По идейным Соображениям Вышел Из Традиционного Православия И Вот Действительно Бог совершил В моей жизни Тогда Великое чудо И Я прекратил Всякого рода Молитвы Там Марии Матери Господа Иисуса Христа Другим Умершим Святым Ангелам Кому Угодно Я молюсь Только лишь Богу Все И Каноничным Каноничным Я нахожу Действительно Библейски Лишь Молитву К Отцу Небесному Во имя Иисуса Христа В Духе Святом Это Действительно Каноническая Христианская Правильная Молитва Я в этом Глубоко Убежден На основании И Слова Божьего И на основании Здравого Смысла И знаете ли Но Для меня Как для Православного Христианина Как для Священнослужителя Православного Уже больше Тридцатилетний Суслужение Как церковнослужитель Священнослужитель Православный И знаете ли За это время Ну в начале Моего пути Православного Служения Это было Это было В традиционном Православии Как вы поняли Уже Или кто знает Уже В традиционном Православии То есть В русской Православной Церкви Московского Париархата А уже С 96 Года Как реформатор Как обновленец Как несу Служение Такое Евангельское Православное Служение Реформация Обновление Слава Богу И для меня Конечно Знаете ли Вот В моих размышлениях И наверное Для Так или иначе Ну всех Наверное Православных Христиан Действительности Вот Это связывается Сейчас извиняюсь Открою Да я Да я же Хотел Так Хотел открыть А так не открыл Витаю Ага Аллилуйя 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 Витаю У вас тут студия Да здесь Все серьезно Здесь все серьезно Да Не 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 надо Не надо Здесь еще Пол холодный Так что И братья И проходите Жду вас Да Слава Богу Вот так Так что Приехали братья Так что Имеем сейчас Такое Продолжение Такое Продолжение Значит Ну не буду прерывать Пусть Это одним Идет Одной такой Записью Вот Хотя Вот здесь Наверное Можно Прервать Наверное Сделать Такую Как бы Паузу Такую Да Здесь Вот так Да 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 Должение следует Должение следует Продолжение следует...